всем привет сегодня мы с вами говорим еще об одной книге нашего канала книга называется принцип идеальной защиты для практикующих боевые искусства и это очень важная история ребят что такое защита в спортивных единоборствах и что такое спорт защита в боевых искусствах это две разные планеты это это вообще два разных подхода в спортивных единоборствах вы не имеете право делать и это 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 и поэтому ваши действия совершенно уже другие чем в боевых искусствах где вы имеете право на все но самое главное ваши противники имеют право на все соответственно у вас подход к защите уже совершенно другой вы имеете дело с эффективными действиями а не как в спорте когда эффективное все уже выкинули оставили самые неэффективные шоу должно продолжаться. Кроме того, в боевых искусствах вы работаете без защитной экипировки, без перчаток, без шлемов, без кираз, без чего бы то ни было, без ограничений по правилам и так далее. Это означает, что вам действительно надо защищаться. Спортсмен может не защищаться, потому что ему особо ничего не угрожает во время спортивных мероприятий. Но вот боец защищаться просто обязан, потому что он ничем не защищен. Еще раз, ни правилами, ни экипировкой, ничем вообще. И я еще раз напомню то, что говорится на этом канале очень часто. Если вы защищены, всегда сможете проатаковать противник. Если не защищены, противник всегда сможет проатаковать вас. Таким образом, на самом деле эффективность, ваша эффективность, как бойцов, ваша эффективность в спарринге или в бою, зависит совсем не от ваших атакующих элементарных действий, а зависит от вашей защищенности, в первую очередь. Ребят, еще раз, если вы защищены, то с атакующими действиями вы точно справитесь. Так вот, что такое защита, идеальная причем защита? Что такое защита в идеале, если хотите, в боевых искусствах, об этом вы прочтете в этой книге. Сейчас кратко буквально о содержании. Что, собственно, содержится в этой книге? Один из первых принципов, который открывает эту книгу, это защита не должна быть рефлексивной. Мы снова говорим о том, что рефлекс это очень долго. Рефлекс это то, что вас предает подводит. И вот эти вот прошитые рефлексы, их надо забывать, их надо перепрошивать, если хотите, и так далее, не полагаться на рефлексы. Нужно выстраивать в себе совершенно другую органику вот этих вот действий. Дальше перечисляются еще три важные составляющие вообще всех ваших действий в бою, всей вашей боевой подготовки. Но, в том числе, это в первую очередь, наверное, надо соотнести с вашей защищенностью, с вашей защитой, идеальной защитой. И поэтому здесь говорится о том, что такое уместность, что такое своевременность, что такое естественность ваших действий. Что такое опаздывать, что такое быть слишком быстрым и так далее. Вот это вот важные моменты, мне кажется, это то, на чем срезаются новички, но тем более и именно для начинающих, наверное, эта информация будет полезной. Дальше, следующая небольшая главка этой книги. Защита должна быть либо продолжением вашей атаки, либо ее результатом, либо и тем и другим. Вот об этом кратенько речь идет. Потом, защита не должна быть просто обозначаемой. Защита должна выполнять поставленную цель ни больше, ни меньше. Речь идет о целях и о том, как работать над этими целями посредством тех технических элементов, которые мы называем защитой. Дальше речь идет о том, что такое зависимость от противника. И эта же часть разбирается и в другой нашей книге принципы идеальной атаки для практикующих боевое искусство. И это, ребята, очень важная тема, хотя изложена она буквально там в нескольких строчках. Потом речь идет о том, что такое одно действие на одно действие. Что такое одно действие на несколько действий. Что такое несколько действий на одно действие. Это вот все, что вас готовят к эффективной, к идеальной, если хотите, защите. Ребята, еще раз, если вы идеально защищены, вы контролируете все. Вы решаете уже боевую ситуацию, если вам ничего не угрожает. Еще раз напомню, когда человек паникует, когда человек делает что-то невнятное, когда человек ошибается, когда ему что-то угрожает. Если вам ничего не угрожает, вы можете себе позволить что угодно. Любые ошибки, казалось бы, они перестают быть ошибками еще раз, потому что просто вам ничего не угрожает. С этой точки зрения, идеальная защищенность, это, ребят, важная история, над которой надо работать на своих тренировках. Следующая глава этой книги, составляющая идеальные защиты и методы защитных действий. Ну и так далее. Ребят, книга короткая, это не том, какой-нибудь там, второй том «Войны и мира». Очень короткая книга, в которой собрано то, что, может быть, вы где-то слышали, где-то видели, где-то читали, о чем-то думали, что-то еще такое, но все это не было собрано в одно. Здесь вот лаконично, понятно, доступным языком говорится о том, что такое идеальная защита и как над ней работать в боевых практиках. Это не значит, что посредством этой книги вы научитесь какому-то боевому искусству. Эта книга – это дополнение, это приложение к урокам боевых искусств, которые вы либо изучаете на нашем канале, у нас много достаточно уроков боевых искусств, либо вы ходите в какой-то клуб и там вы тренируетесь, и эта книга является дополнением хорошим, если хотите, каким-то мануалом по тому, как самостоятельно еще дополнительно продвигаться вперед, активно и эффективно продвигаться вперед по пути боевых искусств с точки зрения вашей защищенности. О том, как приобретается книга, внизу в описании к видео. Я вам желаю хороших тренировок.